В истории российской нефтеперерабатывающей отрасли черная полоса. Все началось с ударов беспилотников по НПЗ. Только по итогам марта 2024 года БПЛА атаковали нефтеобъекты не менее 14 раз, пишет BBC. Под ударами оказались заводы в Брянской, Ленинградской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Производство бензина удалось заметно опустить, там вот 14-17% минус это такой очень-очень сильный удар. Сейчас в связи с перестройкой всей логистики на Азию очень сильно увеличился спрос на топливо для всех вот этих перевозок. То есть плечо удлинилось, логистика теперь гораздо более тяжелая, да, вот как выросли перевозки автотранспортом мы все видим, да. Таким образом, вот почему это может быть очень серьезным ударом для экономики, потому что перебои с бензином, перебои с дизелькой, они очень сильно все это затормозят. То есть мы сейчас очень зависим от вот этой всей логистической цепочки на Азию. Помимо проблем с поставками бензина в другие страны, в России начались перебои на внутреннем рынке. В надежде урегулировать ситуацию, 1 марта Москва ввела запрет на экспорт бензина сроком на 6 месяцев. Трейдеры заявили, что запрет может быть расширен, если кризис не урегулируется. Кроме того, агентство Reuters сообщает о том, что Кремль вынужден просить бензин за границей. Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита, сообщили Reuters три источника в отрасли. По данным одного из источников, сделка по использованию резервов для России уже согласована. Министерство энергетики России не ответило на запрос о комментариях. Соседняя Беларусь уже согласилась помочь России поставками бензина, сообщает издание Reuters. Затем по российской нефтеперерабатывающей отрасли ударил прорыв дамбы в Оренбургской области. Работу Орского НПЗ 7 апреля пришлось приостановить. А уже на следующий день стало известно, что руководство Ильского НПЗ в Краснодарском крае перенесло сроки запуска комплекса по производству бензинов. Всему виной западные санкции, введенные в отношении России за развязанную войну против Украины. Ильский НПЗ, расположенный в Краснодарском крае, перенес сроки ввода комплекса по производству бензинов с 2024 на 2026 год из-за отказа зарубежных партнеров от выполнения контрактных обязательств, говорится в сообщении НПЗ. Российские переработчики столкнулись со сложностями в поддержании работы заводов из-за ухода зарубежных компаний на фоне ужесточения санкций Запада против Москвы. Общая мощность переработки нефти на Ильском НПЗ составляет 6,6 миллиона тонн в год, пишет издание The Moscow Times. Атаки дрона, наводнения и санкции – все эти факторы сократили производство бензина в России. Так оптовые цены выросли. Эксперты предупреждают, вслед за ними стоит ожидать и подорожания бензина для розничных потребителей. Мы начнем чувствовать это на небольших независимых сетях АЗС. Они какое-то время потянуть могут, грубо говоря, на прибыли прошлых периодов, понимая, что ситуация политически такая вот горячая. Но кто-то начнет разоряться из независимых розничных игроков. Крупная компания, понимая, что это политически важная история. Они, в принципе, какое-то время у них есть своя прибыль, они могут из нее вот это дело субсидировать. Но это временная история. То есть, так или иначе, за оптовыми ценами розничные неизбежно должны будут последовать. Иначе где-то будут накапливаться убытки, кто-то будет разоряться. В марте текущего года цены на бензин в России побили полугодовой максимум. В ближайшее время они могут еще вырасти, уверены эксперты. Лариса Зубенко для телеканала Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok